МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа Актуальное интервью, в студии Ольга Русл. Здравствуйте. Лечиться сказками. Сказкотерапия – один из психологических методов помощи в решении личностно-эмоциональных проблем с помощью сказок. Психолог Лариса Борисова, известный в округе и за его пределами сказкотерапевт, провела в регионе большую конференцию за Полярным кругом. Об ее итогах и особенностях метода сказкотерапии поговорим с Ларисой Борисовой и ее коллегами Ольгой Филипповой и Еленой Леонтьевой. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем со знакомства. Ольга Владимировна, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь и в какой сфере вы работаете? Я учитель, 35 лет работаю в школе, в московской школе, номер 2098. И я учитель, психолог, сказкотерапевт и когенолог. Лариса Андреяновна, ну, вас мы знаем, но все равно немножечко... Да, я психолог, сказкотерапевт, руководитель Центра психологического сопровождения семьи, материнства и детства «Радуга жизни». Ну и автор многих программ, которые вот так вот востребованы в нашем округе и за ее пределами. И вот, собственно говоря, эти программы пригласили сюда, привели сюда гостей к нам. Елена Сергеевна, и несколько слов о вас, чем вы занимаетесь? Я тоже психолог, работаю методом сказкотерапии и эмоционально-образной терапии. Живу в Москве, сама из Архангельска. Так что вот здесь мы приехали на эту конференцию. Давайте о конференции чуть-чуть попозже поговорим. Расскажите, что такое сказкотерапия? Что это вообще за метод и что он из себя представляет? Ну, я думаю, это волшебный метод, который и для детей, и для взрослых позволяет наполниться ресурсом и решить какие-то базовые или общие проблемы. А почему вы стали заниматься сказкотерапией? И давно ли вообще этот метод существует? И почему именно его выбрали вот в своей работе? Ну, я в сказкотерапию серьёзно так пришла уже давно. В 2001 году, если мне память не изменяет, я начала первые шаги в этом методе, хотя изучала разные. Но сказкотерапия, она хоть и слышится в сказках как что-то несерьёзное, на самом деле детских сказок не бывает вообще. Бывают сказки мужские и женские. Бывают только опоры на главного персонажа, то есть какие его линии поведения, стратегии поведения, какие способы реагирования на разные ситуации. Герою приходится проживать, преодолевать. И это всё хорошим образом переносится на опыт человека, и таким образом можно подвести к собственному решению. То есть не давать советы извне. Самое ведь главное у психологов задача, чтобы не советовать, как поступать в какой-то ситуации. А с помощью сказки можно сделать перенос на метафорический образ, посмотреть, что там в причинно-следственных связях, из чего выходит, к чему это приводит, и тогда уже человек сам принимает решения собственных каких-то поведенческих линий или реагирования. В общем, сказка — это такой красивый, очень экологичный перенос для того, чтобы у человека не возникало внутреннего сопротивления. Потому что когда говоришь человеку напрямую, вот когда общается психолог с клиентом, если бы вот так напрямую, то всё-таки у человека, естественно, формируется защита. Но не хочется же, когда про тебя, о тебе, ну, как бы вот размышляют, разговаривают, хочется закрыться и постараться дистанцироваться. А когда мы говорим не о конкретном человеке, а о ком-то другом, неважно, кто этот персонаж, сказочный персонаж, явление природы, камень, река или ещё что-то, но там ведь есть какая-то сюжетная линия. Если она считывается человеком, то тогда ему проще гораздо сделать перенос туда, поработать, поразмышлять с помощью ещё других разных инструментов. Песочница у нас психологическая есть, и другие разные наши секретики, которые мы можем использовать, и условно вернуться к своей реальной ситуации уже другими изменёнными, ну, понимая, что дальше делать. То есть сказкотерапия — это не для детей? Она и для детей в том числе. Я просто говорю, что детских, точно 100% детских сказок, их не бывает. То есть любая сказка, даже детская, она вообще на самом деле и для взрослых тоже. А какой возраст вообще? Ну, пациентов можно назвать, да, людей, которые обращаются? Ну, пациентов — это не очень корректно. Как правильно назвать? Вот с какого возраста и для чего это вообще нужно делать? И всем это нужно? Лечиться сказкотерапией? Вообще сказки надо же читать ребёнка ещё в утробе у мамы на самом деле. Это же на самом деле. Это любые сказки? То есть нету каких-то психотерапевтических? Вот этот вопрос, это психотерапевтические, это которые психолог придумал? Или это вообще любая сказка, она другая? Другое идёт деление сказок. Есть и дидактические сказки, есть и психокоррекционные, и медитативные. В общем, здесь надо действительно глубоко погружаться. И очень часто многие психологи говорят, да-да-да, мы тоже сказкотерапевты, потому что мы читаем сказки своим детям на ночь. Так вот, это не совсем так. Это действительно отдельный метод практической психологии, который включает очень много направлений. Ну вот, а за помощью обращаться в каком возрасте можно? В любом. В любом. В любом. В любом. То есть сказка может помочь ребёнку, взрослому? Да. Такой универсальный метод. Какие проблемы может решить сказка? Ну, терапевтическая сказка, какие проблемы, с какими проблемами можно... В любом. Ну, можно вот я чуть-чуть здесь поподробнее, потому что вы прям в моё. Я учитель начальных классов, и в своей работе я всегда использую с детками сказкотерапию. И есть у нас такое понятие болезни характера. Это удивительно вот то, что мы называем деструктивным поведением или плохими чертами характера. На самом деле это вот, можно сказать, болезнь характера, через которую проходят все детки. Например, агрессия, ложь, лень, вредность, жадность и так далее, и так далее. Согласитесь, что, наверное, все мы переболеваем этим в детстве. А если на это не обратить внимания, не откорректировать, вместе с ребёнком над этим не поработать, то болезнь может перейти в хроническую форму. И тогда уже психологи и сказкотерапевты работают со взрослыми людьми, у которых эта болезнь приняла хронический характер. А сказки вы берёте, вы конкретно сочиняете сказку для каждого ребёнка, или вы берёте какую-то сказку, там, русскую народную, какую-то авторскую сказку? Что вообще происходит? Спектр сказок очень-очень широкий. Можно и русскими народными работать, можно и авторскими сказками работать. Бывает иногда какая-то сложная ситуация, пишется конкретно клиентская сказка для данного человека. А есть какие-то универсальные сказки, которые нужно обязательно прочитать ребёнку в детстве? И какие-то сказки, когда взрослый попадает в трудную ситуацию, чтобы почитать, чтобы тебе стало полегче, чтобы тебя отпустило в какой-нибудь ситуации? Есть такое вообще? Ну, конечно, вот базовые сказки, которые у нас, которые мы все наверняка знаем с самого детства, они ведь носят совершенно глубинный смысл. Мы иногда читаем сказки по поверхности, мы думаем, что персонажи, сказочные персонажи – это отдельные люди. Можно порой иногда погрузиться так, на такую глубину, чтобы понимать, что некоторые персонажи – это персонажи нашего внутреннего мира. Это всё очень глубоко. Какие сказки, все сказки, которые формируют мужскую линию поведения, это сказки, где главный персонаж – Иван Царевич, Иван Дурак, мужской персонаж. Он проходит определённые там этапы, которые вообще-то на самом деле проходят и в реальной жизни мужчины, мальчики, когда им надо постоять у камня распутья и сделать выбор, когда им надо найти помощника или какого-то соратника, с которым он будет взаимодействовать, как ему относиться к тому, когда его, как в сказках, разрубают на куски, и что такое мёртвая и живая вода. Это всё шифровки, которые при глубоком погружении могут хорошо поспособствовать и тому, чтобы в реальной жизни мы понимали, что происходит в той или иной ситуации, когда мы попадаем в ситуацию, когда приходится не ошибиться в выборе, когда это бывает очень трудно, когда приходится взаимодействовать с предательством или ещё с какими-то другими взаимодействиями. Это всё есть там в сказках. Женские героини сказочные, они проходят совершенно другие уроки. Героини практически никогда не оказываются у камня распутья, потому что это мужской сюжет. А героини чаще всего попадают в ситуацию несправедливости, казалось бы, когда она перебирает, когда она оказывается, например, предмачехой, которая к ней несправедлива. И ведь мы часто в жизни оказываемся в ситуациях, когда нам кажется, что нас не по заслугам ценят, не так оценивают, и что чаще всего мы внутри себя проживаем. Обиду. Нам же обидно, что нас не оценили. Вот мы так стараемся, а как-то вот к нам недостаточно благостно относятся. А в сказках ведь это зашифровано, особенно вот в этих такого сюжета, в сказках. Золушка, классическая Золушка этого сюжета, она не обижается ведь на мачеху. У неё ведь там нет обид. Она что говорит? Она говорит, пока я ткала ковры, я тёрла котлы, я научилась петь песенки. Когда я натирала полы, я научилась танцевать. Она обучалась в этот момент. Она проходила очень серьёзные такие уроки. Когда она его прошла, она выскочила условно на новый эволюционный свой уровень. Как мы, собственно говоря, и можем предположить, когда мы проходим в жизни какой-то урок, учимся преодолевать желание обидеться на кого-то, перенаправить на другой объект наш с вами какие-то чувства, тогда, если мы этому научимся, у нас совершенно новые открываются горизонты, пространства. Вот, собственно говоря, в двух словах о том, что сказки в своей глубине содержат глубокий смысл. А можно сказкой лечиться без помощи специалиста? То есть самую взять, почитать и решить какую-то проблему? Если позволите. Конечно. Мы очень часто говорим народные сказки, подразумевая, что их сочинял народ. При этом удивительно, что как они вот где-то собирались, они добавляли по слову или каждый в своей интерпретации, но тем не менее сказки очень-очень похожи. Сюжетная линия, герои. И вот всем известные народные сказки, курочка ряба, теремок, репка, они на самом деле, как считают специалисты, современные филологи и исследователи древнерусского языка, это сказки не народные, а сказки нарадов. То есть нарады это были жрецы, которые составляли вот этот текст сказки. И если это жреческий текст, который вот прям каждое слово там имеет огромное количество многомерных образов, то наша как раз задача сказкотерапевтов научить людей читать как по писаному, так и по неписаному, научить расшифровывать эти сказки. Вот, собственно говоря, в чём заключается задача. А может ли быть такое, что вот у ребёнка с детства есть любимая сказка, и эта сказка предопределяет его жизненный путь, его какие-то, ну и поведенческие, вообще, ну и судьбу, наверное. Бывает такое или это... Ну, вообще в психологии существует закон проекции. Понятно. Если цепляет нас какая-то сказка, ребёнка в детстве цепляет какая-то сказка, это значит, что вот именно это где-то у него внутри очень сильно, ну, остро так отзывается. И в этом ответы на многие вопросы. Каким образом повести с ним, с ребёнком, ну, такой вот диалог, чтобы это выстроилось в его ресурсную такую линию, чтобы это не было болевой точкой, чтобы это не была какая-то такая ситуация, которая ему будет изнутри его, ну, как-то разрушать, его беспокоить, а если она будет у него использоваться в ресурсе для того, чтобы взаимодействовать с другими людьми, строить свои понимания о себе, самое главное. Поэтому, конечно же, обратить внимание на то, какая сказка для человека, для ребёнка важна на этот период, это, конечно, ответы на многие-многие вопросы. Но и у нас, у взрослых, если мы вспомним и спросим, а какая сказка тебе в детстве нравилась, и что там конкретно в тебе отзывалось, то и даже вот в этом случае будет очень много-много ответов. То есть любимая сказка, она диагностична, как и нелюбимая. Потому что бывает у людей вот прям нелюбимая какая-то сказка, особенно у детей. И когда, допустим, мама начинает читать, он прям может закрывать рот и говорить, нет, 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 я не хочу эту сказку читать, не будем. Вот, это тоже очень такая хорошая диагностика. Ну, я помню, что вот в моём детстве, да, то есть, ну, были просто некоторые сказки очень тяжёлые для восприятия, и сейчас я с детьми со своими читаю эти сказки, они и для моих детей тяжёлые восприятия, там, вот «Чёрная курица», «Андерсона» очень многие сказки. Я вот всегда удивлялась, почему «Андерсона» ставят так много и часто в программу, потому что очень тяжёлые сказки для прочтения, для восприятия. «Андерсона» как раз вот для взрослых сказки, они очень философские, очень. То есть, стоит взрослым перечитать? Да. Обязательно терапевтическая сказка должна иметь счастливый конец? Есть такое понятие «сказки предупреждения», «сказки предупреждения». Вот даже если взять просто сказку «Теремок», вот у неё какой конец? Ну, не очень счастливый, развалился «Теремок». По сути, да, «Теремок» развалился. Сказки такого плана — это сказки предупреждения, потому что там, понимаешь, устанавливается причинно-следственная связь. Как в «Теремке», если ты не можешь говорить «нет», если ты не выстраиваешь точный баланс взаимодействия между персонажами, тогда ты развалишься. Ведь главный персонаж в этой сказке кто? «Теремок». Это он выстраивал отношения с другими героями. И когда, если использовать эту сказку как в таком терапевтическом формате с детками, то можно действительно проиграть эту сказку и посмотреть, как строилось взаимодействие, что «Теремок» развалился, и в наших руках сказку условно переписать. И мы можем тогда назвать, что это вовсе не теремок, который ни низок, ни высок. То есть ничего о себе как бы и не знает, и не то, и не сё. У него личность, у «Теремка», она такая незрелая, можно сказать, в этот момент, потому что он о себе ничего не знает, высок он или низок. Он стоит в поле одинок, и поэтому, конечно, если бы сказку эту переписывать, то можно было бы сказать так, что стоит в поле терем, добротный, крепкий, и бежит мимо мышка. Можно к тебе теремок? Можно, но ты не погрызёшь мои углы. Но, по крайней мере, происходит диалог, при котором идёт взаимное, красивое, очень взаимодействие. И вот тогда при этом, таком переписывании, результат, финал будет совсем другой. Тогда, если придёт медведь, то ему можно, теремок может с ним построить диалог в другом ключе. Он может сказать, я тебе рад, но ты можешь где-то рядом вырыть свой берлог. Ну, это уже детали. В общем, переписывание сказок, предупреждений – это очень здорово. Меняются как-то психологические проблемы, с которыми обращаются к вам, как к психологам, сказкотерапевтам в течение времени или нет? Вот 10 лет назад другие были проблемы или на том же уровне тоже приходится решать, тоже беспокоят людей, детей, тоже надо корректировать те же вопросы. Ну, базовые, конечно, они остаются. Ну, как, конечно, они базовые остаются. Сейчас больше динамики в жизни, очень много темпа, очень много напряжения у родителей в первую очередь. Конечно, это сказывается и на детях. Но я вот, мой подход такой, я давно уже вышла, во-первых, я вышла в свой индивидуальный путь. И когда ко мне обращаются с детьми, то чаще всего все эти консультации уходят в пространство взрослых. Взрослые начинают, родители, понимать, что работать надо сначала с ними. Потому что все-таки дети, они очень пластичные, податливы, с ними очень хорошо и благодатно работать. Но если они возвращаются в среду, где ничего не меняется, тогда им, конечно, очень трудно удержать этот новый какой-то опыт. Они могут не закрепить, вернуться к изначальной точке. А вот с родителями, когда они начинают понимать, что все ситуации начинаются вообще-то, многие с них, вот тогда это уже можно сказать, что... Ну вот мой опыт подсказывает, что если, допустим, 10-15 лет назад главной проблемой в моих классах это были страхи у детей, неуверенность, самые разные. Страхи темноты, страхи взаимодействия с одноклассниками, страхи, допустим, остаться одному дома. Вот, то сейчас вот на первом месте, вот топ-3, я так подумала, это первая агрессия детская, вот очень-очень сильная, когда многие родители слышат, что ребенку нужно давать выражать свои чувства, но при этом забывают, что выражать-то их нужно эмоционально правильно, да, а не так, что задевает других людей своими чувствами. Вот детская агрессия, компьютерная зависимость, и еще одна, это достаточно поздняя и низкая социализация к обществу, то есть слишком большая гиперопека родителей над детками, и им не хочется выходить в общество, в самостоятельную жизнь. Покидать комфортную какую-то семью. Да, да, все их устраивает, все хорошо, они сыночки, остаются и дочки до 30-35 лет, с родителями так очень душевно живут. Елена Сергеевна, а у вас были в вашей практике случаи, когда сказка-терапия меняла жизнь, сказка, ну вот в корне помогала человеку избавиться от проблем? Ну, тут, наверное, все-таки не так правильно сказано, что от всех проблем. Я думаю, что никому не удается избавиться. Как-то скорректировать и увидеть, и понять туда. А какие-то вот примеры, ну такие, недалекие, если можно, какие были обращения, чем помогали? Ну, так как я сейчас больше работаю с подростками, так как Ольга Владимировна сказала, что сначала обращаются родители, конечно, что от зависимости, от социализации, то вот последняя девочка, да, она прямо вот пять консультаций, и она обрела основу, она как друзей стала в школе проявляться себя, более стала открытая и благодарная, и даже сама сейчас говорит, что на многое посмотрела другими глазами и стала рассказывать даже про рассказки, и сама, причем, начала петь и сочинять. Так что для меня это очень было, ну, так сказать, приятно. Что сказано, может, к творчеству еще потолкнуть? Конечно, такой творческий потенциал. Ведь все-таки подростки, они еще и не взрослые, но уже и не детки. Вот, так что я очень рада, что сами подростки стали искать какие-то, ну, пути и решения самим к себе найти, потому что вот ко мне, правда, стали еще и обращаться от того, что они не знают, кто они, кто они сами. Найти, вот, укрепить свое собственное «я», каким-то путем направить, как Ольга Владимировна с начальной школы направляет, вот, все бы учителей таких, как Ольга Владимировна, сказка-терапевт. Лариса Андреяновна, расскажите немножечко, вот вернемся к конференции, с которой мы начали, да, расскажите немножечко об этой конференции, почему в Нарьинмаре кто участвовал и для чего вообще нужно было собирать психологов здесь, на Севере? Я вернусь к такому опыту, потому что с некоторых пор я создаю авторские программы собственные, сказко-терапевтические, и у меня действительно больше упор на обучающий формат, именно для того, как работать со сказкой, ну, как работать с некоторыми ситуациями кризисными. Я уже немножечко в другом, ну, нахожусь в профессиональном поле, и с этими программами я выезжала, они востребованы в других городах, у меня программы работают в Саратове, вот где я, в городах, в которых я работала, в Саратове, в Челябинске, Екатеринбург, Краснодар, Москва. Программа, что я имею в виду под программами, мы создаем анимационные фильмы-сказки. На основе этих фильмов-сказок мы разрабатываем вот такой курс, в котором есть проживание, есть какой-то опыт, и это готовый продукт, который можно просто брать и пользоваться. Сказки на эмоциональный интеллект для детей, сказки для подростков, сказки для взрослых, для семейного консультирования. Я больше сейчас семейный психолог не детский, семейный психолог в кризисных состояниях, поэтому у меня больше опыт туда уходит. И поскольку я очень много стала работать с кризисом в разных плоскостях, со стрессоустойчивостью, особенно в силу последних событий в жизни, когда началась пандемия, когда люди все стали совершенно в других условиях, стало очень много обращений именно с тем, что люди не справляются эмоционально, не справляются с вновь сложившимися ситуациями. И стало появляться очень много программ новых, которые направлены на стрессоустойчивость. Ну а поскольку я понимаю, что в этой ситуации профессиональное сообщество, оно просто необходимо, чтобы само тоже подпитывалось. Мы стали очень много с психологами, с коллегами между собой взаимодействовать и себе точку опоры искать, и делать так, чтобы дать возможность не терять эту точку опоры у других. В прошлом году, год назад, мы впервые придумали такую идею приехать сюда, нашей большой компании, приехало 18 человек. Это было желание больше просто самим отдохнуть, отдохнуть в хорошем смысле, напитаться немножко, побыть на севере, потому что север — это заполярье, здесь совершенно другая сила у нас работает, у нас близко небо, чисто очень. И поэтому я больше пыталась для своих коллег там, на большой земле, открыть этот ресурс севера. Это была вот такая идея. Мы в прошлом году, действительно, у нас получилось очень здорово, но всё уже меняется, и мы решили изменить формат в этом году, тем более в силу уже новых событий. Мы подумали, что раз такие профессионалы, специалисты, мы все вместе, мы все такие разные, то Наринмару и нашему округу будет очень здорово и большим плюсом, если... Наринмар ведь не избалован у нас приездами, не избалован, гостями, и это здорово, что получилось, что все откликнулись и приехали сюда на север. Мы провели, ну, ещё не провели, у нас ещё сегодняшний день и завтрашний день. Мы постарались как можно больше организовать встреч, чтобы приходили на Наринмарцы, просто те, кто желает, педагоги, психологи, ну, все, кому это интересно. Психология не может быть неинтересна, потому что психия – это душа, душа есть у каждого. Вот, и такая вот у нас работа. Мы между собой проводим такие мини-супервизии, можно сказать, помогаем друг другу, ну, и, в общем, знакомим с новым опытом наших Наринмарцев. Откуда специалисты приехали? И это же не все, это же не сказкотерапевты, правильно? Что там за специалисты, что, в каком они, в какой области работают, и какими делятся своими знаниями? Да, да, у нас приехали, ну, конечно, большая часть нашей группы – это сказкотерапевты у нас из Екатеринбурга, специалисты по работе с дошкольной психологией и в школьной психологии. У нас приехали специалисты из Тамбова, Лариса Струкова, которая работает в бизнесе, работает с бизнес-пространством, с темой возможностей финансовых ресурсов. Сегодня у нас будет такая встреча. У нас приехали из Краснодара, и там тоже такая глубокая терапевтическая работа с куклами, с куклотерапией. Куклотерапия – это тоже, да? Нет, она не сказкотерапия, но как одно из направлений тоже такое отдельно, хотя и в сказкотерапии куклотерапия тоже есть как составляющая. Это будет единичная какая-то конференция, или в планах это всё продолжать? Какие-то вообще будут по итогам работы, что будет, конференции, что-то будет? Ну, я думаю, что итог уже, по крайней мере, будет тот хороший, что мы открыли, всё-таки мы немножко расширили пространство. Мы дали возможность увидеть с разных сторон, каким образом можно работать со своим внутренним запросом через тело, через сказку, через образы, через рисование, через что-то, нейрографику. Это вот мы просто хотя бы на первых порах мы раздвинули, наверное, вот эти границы, и, как нам кажется, мы пробудили интерес. Это первое, что очень важно. Если будет этот интерес, если будет понимание, что есть такие, в принципе, инструменты, которые при желании можно обрести, овладеть, которыми только это дальше уже... Ну, дальше уже просто свой собственный у каждого путь, насколько он захочет этим воспользоваться или не захочет. А так мы, конечно, открыты, все готовы поделиться своими контактами, продолжать диалог. Кому что откликается больше, какой специалист для него в данном случае более востребован, он может с ним дальше продолжить сколько угодно взаимодействие, общение. А если вот в таком формате, ну, конечно, мне очень радостно, что откликнулись мои вот коллеги приехать сюда на север. Ну, наверное, кто-то знает, кто-то нет. Я уже не живу в Наринмаре. Я уже переехала отсюда. Да. Я уже отсюда переехала. Я живу в Екатеринбурге. Но для меня все равно здесь остается моя душа. Вот. И мне хочется, чтобы здесь продолжалось, ну, было вот этот объем, вот тот огромный фейерверк разных знаний, разных красивых очень сообществ, чтобы оно здесь происходило, чтобы приезжали. Ну, а будет или не будет, время покажет. Не могу пока точно сказать. Очень бы хотелось. А что советуют психологи делать вот в наше нестабильное время? Время, конечно, очень тяжелое. Что нужно сделать, чтобы сохранить какой-то, ну, так, мир в душе, так скажем, хотя бы? Что нужно сделать? Как себя настраивать? Как победить вот то беспокойство, которое внутри сейчас у людей возникает в связи со всеми событиями? Ну, вот слово «победить», «побороть» — это немножко не то слово, которое мы используем в этом случае. Потому что если мы с чем-то боремся, то мы все свои силы тратим на борьбу. И это совсем не то, что с нами происходит. Во-первых, это надо, конечно же, принять. Но вот образно говоря, у нас есть такое понятие, ну, это в моих многих программах, я это очень люблю, говорить про свет, про тьму и свет. Вот когда темно, надо что сделать? Включить свет. Ну, вот если в комнате темно, включите свет. Тьму тьмой не победишь. Поэтому когда в пространстве становится очень много темных красок, вот как действительно в последнее время, то внутри себя еще раз, еще умножать темное, агрессию, страхи, тревоги и прочее, то это значит, ну, согласитесь, совсем-совсем все... Затемнить. Да, зачернить. Погрузиться. Погрузиться. Самое главное понимать, что свет, он внутри. Если мы умеем включать светлячка, как я его называю, включите внутри светлячка. Включите свет внутри. Что такое свет внутри? Ведь у нас у каждого есть какие-то такие теплые переживания, теплые моменты, теплые какие-то состояния, когда нам, ну, хорошо. И это значит, что когда совсем нас захлёстывает волна извне, такая тревожность, нужно просто сделать паузу, выдохнуть, вдохнуть, немножечко выключиться от информационного шума и включите свет внутри себя, вспомнить про какие-то моменты, послушать хорошую музыку, почитать ту книгу. Какую сказку почитать? Какую сказку почитать? Общие, индивидуальные вам никто не скажет, кто-то сказку. Какая конкретная? Вот почитайте такую, и всё будет. Для всех. Для всех. Для всех такой универсальной точно не бывает. Но... Свою сказку. Ну, кто имеет хороший опыт, вообще здорово написать свою собственную сказку. Я уже очень давно так и делаю. Пишут своя собственная сказка, и она работает. Ну, а так, есть, наверное, и притчи. И вот если не сказки, то очень хороши в данном случае притчи. И вот одна из притч, вот как раз про Светлячка, она у меня, конечно, есть в стихах, я не буду сейчас её, могу забыть её. А вот перескажу в двух словах. Светлячок спрашивает у отца, папа, я свечусь? Он говорит, я не знаю, светишься ты или нет. Ты лети в темноту, там будет видно. Светлячок улетел в темноту и говорит, папа, здесь так страшно и темно, зачем ты меня сюда отправил? Он говорит, а потому что только в темноте видно, светишься ты или нет. Вот свет виден только во тьме. Поэтому то, насколько мы можем внутри себя это поддерживать, состояние в ситуации внешней темноты, это зависит только от нас. Насколько мы можем вот это в себе не погасить. А это уже, вот как раз это и задача, что мы сюда вдруг слетелись. Мы, во-первых, да, ну, это очень... Да, во-первых, на свет, да, на свет, на север, на свет. И потом мы, действительно, общаясь друг с другом, мы, действительно, каждый вот между собой мы включаем. Ну, не то, что мы надеемся, что он у нас и не выключался, но, тем не менее, мы его всё-таки поддерживаем. Нам гораздо приятнее это делать, когда мы собираемся вот в такие профессиональные сообщества. Ну, а раз мы умеем свет в себе поддерживать, то мы можем этим делиться и помогать это сделать другим. Вот, наверное, основная задача. И надеемся, что света будет больше и больше. Спасибо, что нашли время, пришли к нам. Наша программа подошла к концу. Я напоминаю, её темой стала прошедшая в Наринмаре конференция психологов. Гостями студии стали Лариса Борисова, Ольга Филиппова и Елена Леонтьева. До свидания, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова